Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! В новом видео по Injustice 2 Mobile мы с вами будем смотреть на новое вознесение персонажа. Мы с вами уже сразу по обновлению посмотрели на вознесение персонажа, который принадлежал к классу Ловкость. Это Харли Квинн Серцеедка, и там у меня остались такие достаточно смешанные впечатления. Сегодня хочу попробовать, посмотреть, покрутить, потестировать персонажа, который относится к классу техно, и когда я думал над тем, кого же мне вознести, выбор был очевиден. Но мне почему-то захотелось Рыцаря Ужаса Бэтмена вознести, мне нравится играть этим персонажем на арене, и я думаю, что после вознесения он будет еще более топовым. Фрагментов просто тьма тьмущая, более 8 тысяч фрагментов уже имеется, поэтому возносить можно сколько вообще душе угодно. Ладно, поехали. 300 тысяч золотишко, две сферы, и возносим Рыцаря Ужаса Бэтмена. Сейчас будем смотреть, читать, изучать, что вообще нового появляется у этого персонажа. Естественно, появляется дополнительная пассивная способность. Так, значит, пассивная способность называется нанотехнологическая пиявка. Повышенный урон от критической атаки плюс 150% может доходить до 500%. Критическая атака имеет 50% шанс украсть силу. Интересно. Вооруженный передовыми технологиями, герой класса техно просто уничтожает своих врагов на технологическом уровне. Понятно? Не как-нибудь, а на технологическом. Нанотехнологическая пиявка увеличивает урон от критических атак, превышая лимит до 500%. Кроме того, критические атаки дают шанс украсть силу противника, ослабив его и усилив при этом самого героя класса техно. Вот то, что похитить, это круто, это мощно. Так, давайте я, наверное, чуть-чуть еще улучшу спецприем. Жаль, конечно, что у Рыцаря Ужаса ни на одном из спецприемов нет никакого дополнительного эффекта, но вы прекрасно знаете, что этот персонаж топовый и без всех этих дополнительных приблуд. Команда стандартная, команда смертоносная, вы прекрасно ее знаете, уже неоднократно вам показывал эту команду. Вариации этой команды могут быть разными и вместо Собирателя Миров, допустим, можно поставить Супермена из Лиги Справедливости, либо вместо Атроцтуса. Но главным персонажем здесь, как ни крути, конечно же, есть Бэтмен. А вот как раз-таки похищение энергии. Слушайте, топово, топово, классно. То есть Собиратель Миров, по большому счету, не сможет накопить на свой второй спецприем с активизацией щита, да? Отражающего всех и вся. У моего Бэтмена достаточно большой запас здоровья, а поэтому мы отражать урон можем максимально долго. Вот здесь сделаю вот так. А, а, не сделаю. Хотел сказать, сделаю вот так и стащу броньяка. Он не истощается. Ладно, давайте так поистощаем. Но, типа, интересно. Но, с другой стороны, непонятно как-то, почему классу техно дали такую пассивную способность. Ведь, по большому счету, дамагеров среди класса техно практически нет. Ну, я не знаю, кто мог бы быть дамагером. С другой стороны, благодаря пассивной способности вознесения, соответственно, у нас открываются новые горизонты для возможной прокачки персонажа. Вот, допустим, как в случае с рыцарем ужаса, да? Он у нас был такой супер-пупер танк, который отражал просто тонны дамага обратно в своего врага. А теперь этот супер-пупер танк, благодаря вознесению, еще, возможно, сможет и дамаг какой-то наносить, да? Но, может быть, в этом и есть какой-то толк, какая-то польза. Но пока не совсем понятно мне это, честно говоря. Нет, работает, как бы, да, все как заявлено, все хорошо. Все правильно. На Атроцтуса, кстати, на всякий случай нацепил двусторонний клинок. Чтобы была возможность разбивать вражеские щиты. Ну, а вдруг супермен-собиратель сейчас активирует, вот, свой отражающий щит. А мы сейчас попробуем... Ага. Так, давай-ка вот так мы сделаем. Все. И отродству здесь тоже пригодился однозначно, да? Котик, который выпрыгивает при смене персонажа, тоже дает пользу, конечно же, этого нельзя отрицать. Но я все равно, честно говоря, не до конца понимаю этой фишки с этим вознесением. Плюс ко всему, конечно же... Давайте сменим команду. Плюс ко всему, конечно же, достаточно, ну, странно это все выглядит. В том плане, что у какого-то персонажа одна пассивная способность. У какого-то персонажа три пассивные способности. Теперь, соответственно, получается, что у какого-нибудь персонажа может быть четыре пассивные способности. Включая пассивную способность вознесения, да? А у кого-то, как у рыцаря ужаса. О, я, кстати, первый раз увидел вступительное интро Бистбуя. А у кого-то, получается, как у Бэтмена, которым мы играем, всего лишь две пассивные способности. То есть такой, да, немного, мягко говоря, дисбаланс. Неприятный, кстати, дисбаланс. В смысле, а что? Или это типа бомбардировка была? Бомбардировка не отражается, что ли? Я чуть не понял, а что происходит? Сто процентное отражение дамага идет по условиям второго спецприема Супермена-собирателя. Его невозможно было добить. А теперь что, как-то по-другому? Или что? Я не понял. Эй, я же нажал на смену персонажа. Алло. Ну, спасибо, что персонаж сменился, но абсолютно не тогда, когда мне нужно. Что происходит? Здравствуйте. А что происходит? А я не знаю, что происходит. Товарищи, а дело в том, что я не знаю, что происходит. Я пытался нажать там на смену персонажа. И вот видите, да, опять же, да, к слову о балансе. Вот всего лишь один раз игра не отреагировала и вовремя не сменила персонажа. И все, и как бы бой проигран. Вашу команду просто уничтожили. А если бы просто я вовремя сменился бы, я бы предыдущий бой победил бы. Выиграл бы его, да. Здесь как бы без вариантов. Ну, это факт. Это просто факт. Поехали еще один бой. Ну, не знаю. Вся эта тяга с вознесением очень спорный момент. Такое ощущение, что это, знаете, это такая ленивая проработка разработчиками той ситуации, что у большей части игроков Injustice 2 Mobile скопилось просто, ну, нереально огромное количество фрагментов персонажей. И вот, типа, куда же девать эти фрагменты? Хм, точно. Сделаем еще семь дополнительных звезд и, типа, всем персонажам пропишем одинаковые пассивные способности. Почему бы нет, да? Вот как бы и все. И я не знаю, я не считаю, что это как-то суперинтересно. Что это как-то геймплей принципиально меняет. Ну, в этом что-то есть однозначно. Ну, конечно, как по мне, мы все ожидали немножко другого. Вовремя сменился. И тут как раз котик очень удачно выпрыгнул. С истощением силы. Ну, Бэтмен, кстати, неплохо-то так дамажить стал. Справедливости ради, стоит сказать. Раньше он так не умел. А здесь, благодаря, да, пассивной способности вознесения, всем этим критам и так далее. Ну, типа, есть небольшой простор для атаки. Я не знаю, насколько это поможет, допустим, в сольных рейдах. Ну, скорее всего, никак. Сейчас мы закончим играть на арене. Ну, в сольные рейды я даже тестировать не пойду. Я не буду об этом говорить, обещать. Потому что, ну, это смешно тестировать рыцаря ужаса в режиме сольных рейдов. Но хочется как-то посмотреть, просто полистать ростер и подумать, какому персонажу из класса техно вообще пошла бы вот эта пассивная способность вознесения. Непонятно. Непонятно. Насчет донатов, кстати, не забывайте. Не забывайте, те, кто любит донатить, или те, кто хотели бы задонатить, но не знают, как сделать это. Пожалуйста, есть ссылочки в описании, 20% скидка. Донаты абсолютно официальные, это никакая не накрутка. Вот, поэтому обращайтесь, человечек проверенный, сам донатил через этого человека, и как бы вам советую. Вполне себе реальный вариант. Ой, блин, ну только не ледяной клон. Ай ты, черт. Вот мне нравится еще этот забавный баг, да? То есть, котик от Роцитуса уже истощил Девстрока. И в тот момент, как котик истощает Девстрока, Девстрок делает еще и свой спецприем. А зачем тогда котик истощает? Вот вопрос, да, возникает. Логичный и вполне себе справедливый. То есть, как бы какой смысл от этого котика, если вражина все равно успевает сделать спецприем? О, нифига себе восстановление! Нифига себе восстановление! А че так сильно-то? А че так много-то? Так, я хочу еще раз сделать второй спецприем Супермена, потому что как-то непонятно, почему в позапрошлом, по-моему, в бою, да? Отражение как-то работало не так, как обычно. Хотя, может быть, там тоже двусторонний клинок был, а я бы не обратил на это внимания. Ну, может быть, и такое, да. А ну-ка, сейчас я Суперприем, наверное, сделаю. Есть. Да. Хорошо, справились. Ну, просто постою в блоке. Просто постою в блоке. И подожду, пока Ревен уничтожит саму себя. Эту систему, эту фишку я неоднократно показывал, когда играл за Рыцаря Ужаса. Обожаю этого персонажа. Правда, вот вроде ничего сверхъестественного, никаких дополнительных эффектов на спецприемах нет, да? Но, тем не менее, персонаж топовый. Придумали бы ему какую-нибудь вторую и третью пассивные способности, вообще цены этому персонажу не было бы. Потому что очень чувствуется, когда ты играешь за какого-нибудь старого персонажа, который выходил до того момента, как придумали вот эти все вторые и третьи пассивные способности. И, конечно же, чувствуется, когда ты играешь за новых персонажей. Потому что у новых персонажей у всех стабильно по три пассивные способности. Хочется чего-нибудь такого, типа сверхдамажного. Но против Лиги Анархии нет особого смысла выходить, играя за Рыцаря Ужаса. Почему? Ну, потому что Лига Анархии в основном бьет с помощью длительного урона, а Рыцарь Ужаса не отражает длительный урон. Отражает только урон с руки, к сожалению. Поэтому там как бы нет особого смысла в такого рода боях. Но здесь как бы вот вопрос, да, в том, что если хотите, чтобы как можно чаще срабатывала пассивная способность Рыцаря Ужаса, значит, соответственно, вам нужно, допустим, того же самого Рыцаря Ужаса, качнуть в криты. Хорошие криты, чтобы как можно чаще срабатывало, вот, видите, похищение вражеской энергии. Ну, вот как-то так, да. Но я не особо хочу перекачивать Рыцаря Ужаса в криты, потому что, хм, у Рыцаря Ужаса другая задача. Как можно больше здоровья, чтобы как можно больше было возможности отразить вражеский дамаг обратно во врага, да? Ну, какой смысл мне прокачивать в криты Рыцаря Ужаса? Логично, что нет, да? Поэтому я и говорю, что все эти пассивные способности Вознесения, они очень странные. Если бы у каждого Вознесенного героя была бы какая-нибудь индивидуальная пассивная способность, а не классовая, тогда разговор был бы другой. Но не каждому персонажу определенного класса подойдет одна и та же пассивная способность. Вот, допустим, для того, чтобы как-нибудь супер-пупер усилить Бэтмена Рыцаря Ужасом, ну, я не знаю, ему, может быть, нужно было какую-нибудь пассивку, связанную со здоровьем, ввести, чтобы больший запас здоровья был, например. Например, к примеру, да? Ну, а вот эта пассивка с критами, ну, не знаю, ну, зачем Рыцарю Ужаса увеличенные криты? Непонятно. Непонятно. Так, давайте проедемся по классу техно. Есть, конечно, Супермен. Вот Супермену, кстати, Вознесение пассивка, наверное, пойдет. Он такой достаточно дамажный парень в том числе. Его можно прокачать в дамаг и можно пожертвовать здоровьем и защитой, потому что, по большому счету, ну, Супермену что нужно? Только энергия и как можно чаще делать второй спецприем. А если, соответственно, мы его прокачаем в дамаг в криты, то, соответственно, мы будем похищать энергию противника, у врага. Соответственно, максимально часто делать второй спецприем и все, и враг ничего как бы сделать не сможет. Собирателю, допустим, пойдет пассивка Вознесения, да? Пойдем дальше. Зеленая Стрела из мультивселенной. Не знаю, мне кажется, этим персонажем вообще всерьез никто не играет. Он может присутствовать в команде только в качестве персонажа поддержки, вот как у меня, да? Он находится в команде Флэш мультивселенная, Супергеро в броне мультивселенная и Зеленая Стрела мультивселенная. Это не основной мой персонаж. Хотя у него достаточно дамажный третий спецприем с длительным уроном. Найтвинг, ну, не знаю, серость, бесполезность. Ему и пассивка Вознесения особо не поможет. Лига Справедливости Киборг вполне себе возможна, вполне себе реально. Но проблема в том, что Киборгам из Лиги Справедливости практически никто не играет уже. Это, безусловно, устаревший персонаж. Тищник Бэтмен приблизительно там же, где и Киборг из Лиги Справедливости находится тоже. Раньше активно играли этим персонажем, сейчас вот такое. Брейньяк обычно у всех выступает, опять же, в качестве персонажа поддержки. Делать из него дамагера с помощью пассивки Вознесения. Так себе идея. Не знаю, кто здесь еще, класс техно у меня есть. Бэтмен, ниндзя Бэтмен. Ну, кстати, вот здесь может быть тоже. У него достаточно неплохой, да, первый спецприем с этими летучими мышками. Урон по области. Можно к нему поставить, допустим, зеленого фонаря, который Джон Стюарт. Может быть, из этого что-то выйдет. Капитан Холод чисто персонаж поддержки, бесполезность. Этот Капитан Холод такой же приблизительно. Ну, короче, я не вижу каких-то супер-пупер вариантов, которым вот прям, вот прям пошла бы эта пассивная способность, да. Но Собиратель Миров возможно. Возможно. Но не знаю. Все эти пассивные способности Вознесения, на данный момент, те, которые я посмотрел и попробовал, они выглядят странно. Поэтому комментарии, как всегда, открыты. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу всей этой темы Вознесения, и мы это еще неоднократно будем обсуждать, потому что у нас впереди как минимум три класса еще, которые мы не посмотрели. Это класс Мощь, это класс Магия и класс Мета. Будем обязательно еще смотреть. А с Мощью я определился, это однозначно утопленница должна быть для Вознесения, но у меня, к сожалению, нет фрагментов для того, чтобы вознести ее. До семи звезд. Класс Мета. Не знаю, честно говоря, были бы фрагменты Вознес бы Бистбоя, а так, ну не знаю, посмотрим. И класс Магия я тоже еще не определился. Класса Магии не так уж и много у нас в игре, поэтому тут, конечно, вопросики. Все, дорогие друзья, пока и до новых встреч.